Продолжение следует... Пока с ними не смирились, и они остались, способны ли мы сегодня изменить свою жизнь так, чтобы она перестала порождать разлад человека с самим собой? Или всегда он будет распят между добром и злом? А Боже мой, что же ты? Кто же ты его захочет? Нехай Господь, помилуй всех добрых людей, кто я на свете, чтобы такого города не было, чтобы приехали в ночи, забирали, везли, и Христоси молюсь, и говорю, Господи... Мы шли в саркофаг к четвертому блоку. Мы по-разному пробирались к нему за эти минувшие полтора года. Начинали сверху, с вертолета, когда еще дымился реактор. Подбирались под него вместе с шахтерами, выходили в лоб со строителями, возводившими защитные стены. Но никогда еще нам не доводилось идти вот так. Даже не дверь, а дверка и амбарный замок. Так, смотри, не врубил автомат, Поляк. Я врубил автомат. Там. Здесь два с половиной. Там сразу идет веское повышение. Продолжает увеличиваться, если пускать вниз. Майор. Уберите, я его возьму. Это топливный коридор между третьим и четвертым блоками. Здесь обычно хранится ядерное топливо. Эти сборки – несколько полых трубок, плотно заполненных урановыми лепешками, горючие атомного реактора. Теперь настал их черед. Сборки нужно убрать. Сейчас они не опасны. Казалось бы, опасность вообще ушла в прошлое. Но зона, этот маленький пятачок, отражает общие боли страны. И здесь они острее и ощутимее. Саркофаг прикрывает реактор, но обнажает проблемы. В зоне уже действовал регламентированный рабочий день. И говорить с нашими героями мы могли только по вечерам. Снимать когда угодно, но говорить вечерами. Мы так и построили фильм. Если у человека нормальная гражданская позиция, плохо в стране или хорошо, она всегда будет оставаться в гражданской позиции. Аварийная служба. Будет в стране хорошо. Прекрасно все. Но прикрытие должно быть. Юрий Николаевич Самойленко. Генеральный директор производственного объединения «Спецатом». В 1986 году начальник одного из штабов по ликвидации последствий аварии. Казалось бы, яснее ясного. Необходима организация высоких профессионалов. Аварийная служба. Чтобы создать ее пока только на бумаге, потребовался Чернобыль. Так что же нужно для того, чтобы она реально функционировала? Хотя люди уже собрались, отлежав свое в больницах, клиниках и санаториях. Это кадры из нашего второго фильма. Пустые стульчики должны были занять те, кто в зоне находиться уже не мог. Лапочкин, Вилавичус, Гуреев, Ярин, Днестрянов, Пшеничный, Корякин, Смирнов, Надярных. Все они владеют этой идеей создания аварийной службы. Тянутся, потому что знают, что это делать нужно. Потому что они видели, что происходило, и считают, что такого не должно больше быть. И такого, я имею в виду, не аварию. Если авария случилась, то мы должны ее устранять быстро, без такого числа людей, непроизводительных расходов. Вот это они точно знают, как делать сейчас. И ради этого приехали сюда и делают это. Макулу поставить пару задач, дать ему помощь, взять свинец. И с того, у Донского. И обшить его пару этих самых, сделать крас, свинцованный. Надо делать, Гена. Там наварить штыри от кузова. Ну, уже и так делали. Со стороны кабины. Да. Вот там надо кролико прожечь и не прожечь. Кабину все равно надо будет свинцовать. В общем, давай завтра займемся этим делом. Давай займемся. Мы пропадем без этого. Вот это, знаешь... Давай, я сегодня поговорю со Славой. Да. Чтобы нам дали свинец. Да, да, да. А что там посверлить отверстие? Понимаешь, надо болты взять и вся тебе сменцовка. Ну, не совсем вся, но все-таки. Ну, все-таки, да. Эти механизмы и приспособления созданы в странах, где атомных реакторов меньше, чем у нас. ФРГ, Швеция. Напомним еще раз. Два года минуло, у нас их еще нет. Я понимаю, социализм, это лучше, чем капитализм. А сейчас же не видно, что он лучше. Так вот, надо и делать, чтобы он был лучше. У нас же есть все возможности для этого. И говорить, что лучше социализм и капитализм. Конечно, социализм. У нас нет класса, который пьет и живет за счет других. То есть, деньги на ветер не выбрасывай, казалось бы. Но есть другие проблемы. Бюрократизм, пожалуйста. Это же еще хуже, чем любой капиталист. Капиталист, он работает, например, предприниматель. Он работает на прогресс. То есть, ему нужно развитие производства. Нужно совершенствование ее постоянно. А кому спросили? У нас нужно развитие производства. У любого производственника спросите. Тебе нужно развивать производство. Да он такого слова-то не знает. Развивать производство. Отучили работать, отучили идти путем прогресса. Что ты думаешь, будет у нас что-то на такой основе? Ни черта не будет. Она будет развиваться, атомная энергетика. Ну и представьте такую ситуацию. Вот мы делаем атомные станции. Предположим, сделали тысячу энергоблоков. Ну, что с ними потом делать? Оставить нашим потомкам эти квадраты, эти кубы, которые будут стоять? Наверное, нет. И даже, я скажу, что я вот, например, считаю, что станция, отработав свой ресурс, после нее ничего не должно остаться. Голое место должно быть. Эти кубы не должны быть превращены ни в какие могильники. Их же тоже нужно обслуживать. Это все равно будет когда-то бесконтрольная ситуация. Ну, смотрите, пройдет 300 лет. Забыть мы просто можем они. Забыли. Ну, стоит куб какой-то. Всякое бывает. Оказывается, этот куб представляет опасность. Мы не должны их оставить. Мы должны полностью ликвидировать. Подлежит захоронению и крест. Такие кресты мы видели на утваре, мебели, зданиях, деревьях. И ставит их те, кто профессии призван созидать. Их называют здесь мозговым центром. В его задачи входит не только анализ и выдача сиюминутного решения, но и предвидение, мышление на будущее. Парадоксальное явление. Все 70 лет мы были устремлены в будущее. Мы фантазировали о будущем, но не научились мыслить на будущее. На 2-3 года вперед – да. Максимум на пятилетку. Мы до сих пор ощущаем издержки сиюминутного мышления. Когда-то Ленин говорил, Россия выстрадала марксизм. Теперь она выстрадала перестройку. Без иронии, именно выстрадала ее. И должен быть создан механизм, гарантирующий необратимость перемен. Иначе это останется только уделом подвижников. В прошлом году было много людей, которые не боялись брать на себя ответственность в решении достаточно сложных технических вопросов. Причем от решения этих вопросов зависит ли здоровье и жизнь других людей. И они чувствовали эту ответственность. И, наверное, эти решения принимались очень продуманно. Человек просто внутри себя обязан был прокрутить всю ситуацию и все эти вопросы, которые встают, чтобы принять решение. Сейчас это как-то утрачивается, я бы сказал. Пытаются, переходят на какую-то коллективную ответственность решения. На значительную коллективную ответственность. Если они неправильные, не всегда удается определять. Кто же, собственно, отвечает за то или иное направление работы. Другая же ситуация была, ты понимаешь. Я не видел всей этой шатии братья, которая сейчас здесь собралась на аварии. Их не было. Спросите у Владимира Михайловича. Их просто не было здесь. Ведь никто же не заставлял работать людей. Ну, спрашивали жестко. Но этих людей сюда никто не приглашал. Да, вызывали специалистов нужных. Поэтому вокруг чиновника и вакуум был. Он просто не мог работать. От него все разбегались. Он не нужен не был. А сейчас ситуация поменялась. Чиновник, а вокруг него не просто чиновник. Аппарат создается. Огромный аппарат, кормушка. Общий отдел. Заместитель директора по общим вопросам. Зал заседаний. Заведующая канцелярией. Канцелярия. Еще один заместитель директора. Это так и происходит. У нас же практически действующих инженеров очень мало. Думающих, те, которые созидают, их мало. Переходят либо в разряд чиновников, устают от интенсивной работы. Сама схема директивного управления, она вынуждает людей отходить от активной работы. Человек видит безысходность. А этой схеме управления есть свойственный хронический дефицит. То есть хроническая безысходность. Мы должны, во-первых, встать на объективные законы экономики. Обязательно. Вот в этом перестройка заключается. Вот я сейчас смотрю на все эти статьи, очень внимательно за ними слежу. Да, все это так. Пренебрежение объективными законами экономики в угоду директиве и приказу чревато самыми неожиданными последствиями. И тогда слой духовной культуры оказывается настолько ничтожен, что он легко может быть сорван всего лишь одним катаклизмом. Но все начинается из-под воли. Стыдно говорить, но в Чернобыле по многим домам легко можно было определить профессию их бывших хозяев по наворованным деталям, запчастям и прочему дефициту. А это частный дом. Один из частных. Свой кабель, отведенный от государственного, неплохо. Это теплица. Свои лимоны тоже неплохо. А это маскировка. Буржуйка поверх мощного электроколорифера. Для людей такое за столько лет застоя созрело мнение, что все вокруг наше. Ну, взял на производство, ну и что? Это все равно все наше. Но это не так. Приучили людей воровать. Но это давайте. Сигнализация, по-моему, снималась в массовом порядке. Снимался дом. Но еще и не совершился сигнализации. Вот на каждом первом этаже любого дома есть одна-две двери или стекла высаженных, через которые проникали в дом, а там, как черви в яблоке, уже расползались по этажам. Мы поднимались в квартиру Валентина Павловича Есипова, инженера-энергетика-атомщика. Долгий месяц провел он в больнице. Еще при эвакуации в ППХ семья не прихватила свидетельства о рождении внучек. Теперь он, получив разрешение, приехал за ними домой в Припять. Впервые за полтора года. Ну, заживете же. Видимо, она уже там, не знаете... Все, давайте я ее стукну плечом, она же открывалась. Да, я вижу. Молодцы. Молодцы. Вот это здорово. Вот это в солнце должно быть документы. Тут, по-моему, не может, живующее время. Кому потребовалось свидетельство, что я не понимаю. Ну, видать. Девайте, Наталка. Вот это здорово. Ну, что ж не забрали все? Брали бы все подряд. Это ж проемник, а вы телевизор же расклачили. Памятная медаль. В честь пуска четвертого блока Чернобыльской АЭС. Так, мне надо взять фотографии. Все, до свидания этого дома. Разграблен город. Это было. И об этом надо говорить. Вечер второй. У Александра Коваленко. В прошлом, не в прошлом году, а в этом году, где-то в апреле, видя всеобщий интерес к этому, обратились сами в Политехнический музей Московский. С просьбой, чтобы они там встречу с нашими специалистами устроили, в том числе и на иностранных корреспондентов. Москва бурлила слухами в это время. Политехнический музей задал нам следующий вопрос. А с кем вы это согласовали? И, короче, встреча так и не состоялась. Александр Павлович Коваленко. Начальник отдела информации и международных связей. В свое время, когда американцы сами анализировали Кремлайминскую аварию, они жаловались на отсутствие информации, исходящей из какого-то определенного центра, и считали необходимым, как они выражаются, появление информационного царя. У нас такого центра не было, который бы давал информацию, заслуживающую доверие. Попытки убаюкивания вызывали обратный эффект. А во-вторых, ну, кто-то, кто руководит этой информацией, видимо, перестраховался. В нашей канадской телевизии деякие люди начали шукать канадцев украинского похода, которые умеют мову, и просили нас телефонуйте до Киева, что-то доведайте. И нас несколько пробило это делать. И, знаете, день после того, что они звонили до Киева, то або они телефонуются, або вам скажут, что, где, какая проблема, про что вы говорите, ничего не слышали. Ну, знаете, какое это выражение делают на наших репортеров, пресы, когда такая реакция есть. Они знают очень хорошо от шведов, что есть проблема, а в Киеве люди говорят, что ничего не знают. Ну, то мало негативный эффект на взаимодействие общества. Я бы сказал, что в том, ну, оно очень негативно произошло на уявление пересечного населения про радянские власти, я вам скажу. Багато больше, как всякая американская пропаганда. Есть то, что было выражение, что власти не достаточно в часу поведомили население точно про то, что действует. Будем реалистичны. Нам нужно было в чем-то разобраться. И глубоко разобраться, понять существо того, что случилось. Но та первая информация, которую мы получили, она была не той, которая она оказалась на месте. То есть, на месте не была дана должная оценка случившимся работниками и руководителями этой станции. Прошу, встать. Прошу, встать. Прошу, встать. Все работы окончили досрочно. Издаем подстанцию для подачи напряжения на главный корпус. Благодарим за высокое качество выполненных работ. Подавайте напряжение. Обработался с персоналами графика испеданий и программ. Проведение сложного эксперимента поручил недостаточным опытом старшего инженера управления реактором Коптенов, который врать из 1983 года с последственными оценками окончил на институтле. Мы никогда не говорили ни о цене лжи, ни о цене правды. Мы осторожничали, отмеряли, дозировали, а потом расплачивались. И оказалось рассчитываться за ложь куда дороже, чем говорить правду. Говорят, на ошибках учимся. Ах, если бы. А то ведь, наверное, многие думали. И суд над виновниками аварии был объявлен открытым, но в закрытой зоне. А журналисты были допущены только в первый и последний день. Создается парадоксальная ситуация, что мы передаем информацию, скажем, BBC или Reuters, и она в тот же день уходит у них в эфир. А когда пытаемся дать эту информацию, скажем, променю или маяку, то в худшем случае у нас ее вообще не берут. А в лучшем случае, говорят, пришлите подтверждение какими-то печатями и так далее, и так далее. Это парадокс. Это было особо видно на суде. Там присутствовало 13 иностранных корреспондентов, которые через 2 часа после начала суда вещали уже на весь мир о событиях, происходящих там. А 30 наших сидели и, в общем-то, все свои записи оставляли на потом. Таким образом, информация о суде проделала огромный путь на Запад, а потом контрабандно, скажем так, поскольку через радиоголоса вернулась к нам. Скажу вам, что зарубежные корреспонденты работают больше и лучше. Они отрабатывают свой хлеб так, что нам стоит позавить. Летом 1986-го корреспондент «Известия» писал, «Нет кадров первых дней аварии. Нет и тяжелых, незабываемых кадров переселения почти 100 тысяч людей. Боюсь, что их нет вообще». Вот они, эти кадры. Их снимали не мы, нам не разрешили. Это кадры из фильма «Отдела информации и международных связей». Наверное, полтора года назад они не представляли секретности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Секретно. Это слово обладает магической силой. Не у многих возникает желание проверить его правомощность. Мы очень часто не могли попасть туда, куда попасть было необходимо. На пути возникал чиновник при тайне. Главное разрешение директивных органов. Ну, без спортивных органов ничего не было. Ревенко, да? Ну, Ревенко, там, Маломуж, кто-то. Отдел у них есть, энергетики. Мы тогда с вами будем по телефону связываться. Чтобы правильно. Не потому, что там у нас какие-то. Потому, что вот сейчас момент немножко мы и сами еще четко не определились в этом деле. Я, например, считаю, что мы допускаем так, только между нами. Нет магнитофонов, никаких ничего. Смотри, как кто появится, ты следишь. Любое начальство. Я думаю, эти кадры не уйдут. Массовое явление самоцензуры. Стоит ли удивляться тому, что те, у кого хватало мужества на дерзкие поступки, боятся своего далеко не дерзкого слова. Цепочка. Перестраховка. Секретность. И очень часто следующее звено. Монополия на истину. Дело в том, что мы ничего не знали. Мы не были готовы. Все время кто-то, где-то я учился в институте, вот коллеги мои сидят рядом. Об этом везде учились вскользь, тихонечко. На этом внимание никто не заострял. Понимаете, все у нас это было скрыто. У нас много институтов медицинских было в стране, научно-исследовательских и так далее. Медпроблем физкультуры. А института, который бы изучал проблемы радиационной безопасности, радиационной медицины, не было как такового серьезного центра. Это сейчас у меня вызывает чувство большой досады. Ну как, неужели мы такая огромная страна, понимаете. Большой досады это чувство вызывает. Доктору Мастепану было бы еще досадней, зная он то, что узнали чуть позже мы, в его же больнице. Леонид Петрович Кендзельский. В мае-апреле 86-го года как врач работал в опасных зонах и как многие другие испытал на себе воздействие Чернобыля. Но в отличие от других, он хорошо знал, что это значит. Значит, в мае, по-моему, 14-го мая, выступил Щепин, дал интервью на известие. Первый замминистра здравоохранения Союза. Что все больные и подозрительные, все в Москве, все в Москве. Потому что эти люди нуждаются в высококвалифицированной, на современном уровне помощи. А там на местах специалистов не оказалось. Поэтому все в Москве. А тут вдруг Москов Ньюс выдает, что в Киеве проведены пересадки костного мозга. Значит, Содом и Гамора, Гейл в Лос-Анджелесе выступает на пресс-конференции, говорит, он всех больных видел, он всех лечил, кому надо пересаживал костный мозг, он все сделал. А тут ему в нос стоят газеты, говорит, за сколько ты кагибистам продался? Вот же, пишут, в Киеве пересадки костного мозга. А где ты видел? Ну и приезжают в Киев, действительно, есть больные с пересаживанием костным мозгом, есть анализы крови, показатели костного мозга, да, действительно, треть, четвертая степень острой лучевой болезни. Никуда тут не денется, вот они живые, вот они есть. Вместе с Геном приехал один представитель Минздрава Союза. Мы ехали с ним в машине. Он меня воспитывал все время, ну так, от Борисполя до Дарвицей, что как могли написать, что в Киеве произведена пересадка костного мозга. Ведь этого же быть не может. Ведь в Киеве пересадки костного мозга быть не может, потому что быть ее не может. Потому что здесь не может быть людей, которые бы это знали. Были донорами и знали. И знали бы это вопрос. Не может быть. И, кстати, он не знал о том, что из двух докторских диссертаций, защищенных по костному мозгу, обе защищены на Украине, одна в Харьке, одна в Киеве. Что первый банк костного мозга был создан в Киеве. Но для него было утилим, ну как, может быть. Ну не может, не может быть. Здесь необходимо одно объяснение. Профессор Кензельский 8 лет был главным радиологом Минздрава Украины. Года за два до аварии эта должность была упразднена. Так сказать, за ненадобностью. С группой коллег он разработал и подал авторскую заявку. Профилактика ОЛБ на сублетальных уровнях. ОЛБ – это острая лучевая болезнь. Сублетальные уровни – значит смертельно опасные уровни. Заявка была подана в 1985 году и до сегодняшнего дня где-то изучается. И, наверное, еще долго будет изучаться. Потому что в Москве, в 6-й больнице, накоплен свой опыт. И в высших официальных медицинских кругах одобрен как единственный и безошибочный. Но когда случилась беда, Кензельский применил свою методику. Результат? Из 72 больных 19 вообще выведены из группы ОЛБ. А остальные – живы. Живы. Хоть у части из них была и третья, и четвертая степень лучевой болезни. Человека мы недооцениваем. Побольше книжек надо. Побольше правды. Какой могу сказать пример, который может стоить мне головой? Нам посоветовали поберечь его голову. Ну, она мне действительно может стоить головой. Скажу вам. Вечер третий. У Юлии Андреева с Валерием Стародумовым и Владимиром Черноусенко. Сейчас, 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 подождите, о чем мы говорим? Мы сейчас будем всякую философию наводить, политику, экономику и так далее. И немножко уйдем от проблематики, как мне кажется. Речь же идет про то, что все согласны, что зона должна быть чиста, все согласны, что тут должна расти трава, что должны радоваться дети и вернуться люди. Ну, правда же, у меня складывается впечатление, что еще мы не все знаем, как это все сделать. Но если мы нехорошо это знаем, как это делать, то зачем же мы делаем хороший умный вид там, где мы не понимаем этого? Так мы тут собрались для того, мы здесь собрались для того, чтобы понять, как это нужно сделать и чтобы сделать. Так, совершенно правильно. Об этом-то и речь. Но дело в том, что до нашего понимания мы уже запустили третий блок. И до нашего глубокого понимания мы начинаем дезактивировать третью очередь. Владимир Михайлович Черноусенко, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института теоретической физики Академии наук УССР. Юлий Борисович Андреев, заместитель генерального директора объединения «Спецатом». Валерий Михайлович Стародумов, начальник спецпредприятия «Комплекс». Все они в 86-87-х годах работали на самых опасных участках 3-го и 4-го блока. Владимир Михайлович Черноусенко в Чернобыле уже не работал. Его привела сюда следующая ситуация. К тому времени на правительственном уровне было принято решение строительство 5-го и 6-го блоков остановить и законсервировать. Но на несколько иных, но весьма уверенных в себе уровнях на этот счет культивировалось иное мнение. Как это могло случиться? Почему? Да потому что при сведении к минимуму опасности оставались максимальными оклад и возможность для карьеры. В такой ситуации только продление и расширение масштабных работ гарантирует сохранение столь же масштабных выгод. Мы шли к 5-му и 6-му блокам Чернобыльской АЭС. Зона в целом не приведена в порядок. И получается, что на всей этой территории опасной зоны еще более опасный объект собирается пускать через какой-то промежуток времени, когда будут заложены миллионные деньги на его дезактивацию, на его, как говорят, пока консервацию. Но мы понимаем, что консервация понимает доведение его до конца, а затем уже действительно возникает вопрос, ну давайте же его пускать. Да, мы к нему подойдем, как сказать, и займемся им. И, в общем-то, это естественно. Он в хорошем состоянии, там работа, если хорошо работает, года полтора. И пустить его гораздо проще, чем третий. Вот и уровни там очень низкие, за грязью там, в общем, чисто. Вот поэтому подходим к третьему блоку, к пятому блоку. Займемся этим блоком. Сергей Раздам. Евгений Иванович Гнатенко. Генеральный директор производственного объединения комбинат. Ни он, ни его организация уже не займутся ни пятым, ни шестым блоками. Сегодня основные агрегаты не только демонтированы, но и вывезены. А занялись бы. И окончательно превратили бы зону в пустыню. Не выплеснився эта история за ведомственные рамки. Именно поэтому стоило о ней рассказать, как об одном из редких еще уроков демократии. Я думаю, что вопрос этот не только технический. И, может быть, даже не столько технический. Здесь мы должны думать всем народом. И каждый человек, и особенно те, кто причастен каким-то образом к этим вопросам, должны нести ответственность за конечный результат. Юрий Борисович попытался глобально подойти к этой проблематике и оценить ее в целом. Но дело в том, что на ряд поставленных им правильно, совершенно правильно, я считаю, вопросов, ответы должны были найдены еще в тот период правильные, когда закладывалась идея вообще строительства здесь такого огромного комплекса. Так ли? Это фрагменты из фильмов прошлых лет. Всего три года назад опустился с неба вертолет. Вышел министр энергетики, забил первый пол, выпили паренки коньяка за здоровье атомное, и вертолет улетел. А они остались. Остались, чтобы вершить обычное рабочее чудо наших дней. Приветствия Леонида Ильича Брежнева вызвали у нас рабочих чувство особо благодарности, признательности за высокую оценку нашего труда. Пройден первый этап. Энергоблок первенца атомной энергетики на Украине дает промышленный ток, а мы уверенно идем дальше. Как-то неловко становится сейчас, когда смотришь эту хронику. Нет, это все было правдой. Но почему мы были так безоглядно довольны собой? Почему с таким отрицанием относились к каждому сомнению? Зачем вместо деловитости столько праздников? И сыпятся обязательства, рапорты и реляции век атомный, век бумажный. Как это могло совпасть? Строителем 21 века. Мы, строители 70-х годов 20 века, люди разных возрастов и специальностей, приехали со всех концов нашей необъятной страны, чтобы возвести крупнейшую на планете атомную станцию. чтобы мирный атом нес тепло, свет, мир и счастье на земле. Собак нет. Просьба не бей кота, мыши поедят все. Во дворе собаки нет. Уже убито. Закрывайте, пожалуйста, фортку. Ну, мы понимаем, что мы сейчас вроде бы в другое время стали жить. И очень радуемся этому моменту. Но мы же не можем все валить на период застоя, что тогда были просто либо неумные люди, либо как-то недальномыслящие в каком-то аспекте. Да. Не сказал бы, что недалекие люди разрабатывали эти проекты. Дело в том, что все-таки любой проект у нас всегда разрабатывает ведомство. И ведомство, собственно, ответственно из-за его принятия этого проекта к исполнению и из-за его несовершенствия, недоработки. Но у ведомства не может быть, как правило, других интересов, кроме ведомственных. Ну, можно декларировать, что ведомство заботится о стране в целом. Но мы же знаем, что в очень многих случаях это было только декларацией. Луч Солнца, поступивший в биосферу, должен многократно использоваться человек. Этой энергии достаточно на все времена, пока существует Солнце и биосфера. Мы пошли совершенно по другому пути. Мы стали развивать автохтонную внутреннюю энергетику, очень опасную, ведущую полному кризису, экологическому кризису. Тогда как природа работает на других принципах, на принципах естественного потока солнечной и солнечной энергии. Вот ее и нужно. На пути потока нужно ставить все время, значит, трансформаторы этой энергии и перерабатывать технически применимую энергию. Надо бросить все капиталовложения, расформировать гидропроект, расформировать все проектные организации, которые занимаются атомной энергетикой, переучить их экологически и направить нас по пути создания проектов экологической безопасной энергетики. И я убежден, что по этому пути пойдут все страны мира, все человечество, если оно собирается жить. Фотий Яковлевич Шапунов, заведующий лабораторией экологической энергетики и Академией наук УССР. Идея об альтернативных видах энергии, она безрассудна? Ну что ж, идеи, как известно, рождаются как ересь и умирают как предрассудок. Сегодня нужно учиться слушать всех. Еще Вернадский говорил нам о том, что всякая концентрация радиоактивного вещества коренным образом изменяет окружающую среду. С гигантскими последствиями. Сейчас радиоактивный процесс, вызванный строительством атомной энергетики, в две тысячи раз превышает радиоактивный процесс во всей земной коре. Какие последствия, мы не знаем. И мутагенез сейчас изменится, и изменится здоровье людей. Все изменится. Фактически вся биосфера превратилась в атомный реактор. Всякая страна, всякий народ, который, значит, начинает строить атомные станции, он закладывает мины, ядерные мины за медленного действия. Ни одна атомная станция без народной властности, без референдума не должна строиться. Последнее слово должно быть не за специалистами-энергетиками, а за народом. Неужели не ясно? Вот уже потеряли очень большую зону, ну и вроде бы считается, что это нормально. Я не говорю, что все считают, но есть такие люди, я лично с некоторыми знаком. Ну что, говорят, давайте огородим колючий проволок и будем, так сказать, дальше жить. Но это же ненормально. Мы же должны, в конце концов, рассуждать как хозяева страны. Мы же здесь живем, это же наша родина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эту сосну фашисты превратили в виселицу. Здесь казнили партизан. Ее должна была постигнуть участь всего леса. Но ни у кого рука не влазь. История прошла по душам людей преимущественно тяжестью потерь и разочарований. Но никогда еще бездуховность так не угрожала человеку, как век высокого полета его технической мысли. Неужели это неизбежная плата за прогресс? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вечер четвертый. У Георгия Бессонова. В основном иконы 19-й, 18-й, есть иконы 17-го века. Ну, предположительно, что они более старые. Ну, а здесь вот основная икона 19-го века. Вот эта вот икона, как планируется, что она 17-й, конец 17-го, начало 18-го века, Вознесение. Кроме иконы, здесь нашли еще книги старообряческие. Например, вот, Почаевский псалтырь 1777-го года. Их книг, именно этого издания, три книги в Харькове, в Ленинграде и в Румынии, в местах хранения. И вот мы здесь нашли четвертую. Георгий Николаевич Бессонов, художник-реставратор. В момент знакомства должности в зоне, а стало быть, и оклада не имел. В общем-то, появилась идея такая, как музей памяти по листьям. Это поселок Янов. На ваших глазах он исчезнет. Исчезнет, как населенный пункт, как географическое понятие. Исчезнет, как населенный пункт, как географическое понятие. Исчезнет, как населенный пункт, как географическое понятие. Мил, добр человек, не ищи дорогих вещей. Их у нашей семьи не было. Пользуйся всем, если надо. Но не занимайся мародерством. Тяжелое положение надо пережить достойно, нормально. Верим, надеемся, что все обойдется хорошо. Коллекция икон не вяжется, что при атомной станции должен быть музей коллекции икон. Может быть, я тут чего-то недодумаю, но вот... А вот музей памяти чернобыльских событий, наверное, он годится. Но почему там должна быть коллекция икон, черт ты знает. А откуда мужество берется? Оно берется из наших корней. И наши деды, и прадеды. Да и вообще наша вся деятельность, конечный продукт нашей деятельности, нашей культуры. Если отказываться от своих корней, то на пустом месте ничего не будет. Ну, с трудоустройством. Сначала направили нас так временно в ПО-комбинат, на Зелёный мыс. Работал там в котельной. Такая работа для человека с высшим образованием. Энергетика. Меня хоть вот здесь трудоустроили, чем на ЧАЭС, а некоторые вообще еще хуже. Большинство. У нас было беседы с директором станции, и на уровне горосполкома, и на высшем уровне. Но пока это все в основном на уровне обещаний остается. Так же, как и с пропиской, например, с постоянным жильем. Вот интересная у нас ситуация. Если человек совершил подвиг, да, и после этого он и он умер, достать этот подвиг, он получает героя. А если он совершил подвиг, но он остался жив, вроде бы он никому же и особенно и не нужен, и с ним никто, и он забывают. И вот таких же людей было очень много. То же самое с Сашей. Ну, другие все люди, которые работали в это время на станции, старались потом ликвидировать все это, они остались живы. Если человек уже был в этой зоне, и он стал больным, ну, не только следствия организирующей, а вообще больным в этой, вот в этом, значит, его нужно расценивать, как профессиональную травму. Правильно? Вот группа у нас, по-моему, когда-то я рассказывала, из Белой Церкви была пожарников. Людей позвали. Идите. Они знают. Это когда человек не знает, да, идет на какие-то там жертвы, не зная, что его ожидает. Они знали, уже прошло несколько дней, они знали, на что они идут. Их пошли добровольцами. И трудились там. И сделали все для того, чтобы нам было потом, в конце концов, миллионам людей было лучше. Так что, ты не герой, герой. Но они остались живыми. Все, значит, надо их полностью, на них уже, да, наградите их, я знаю, там, орденами, но сделать им маленькую какую-то льготу с квартирой. Ну, покажите, что общество, в конце концов, благодарно этим людям. Я не знаю, мне кажется, что это наш долг, в конце концов. КОНЕЦ КОНЕЦ Что такое человек без памяти? Я не помню, медицинец называется. Амнезия, по-моему. Потеря памяти. И человек тогда не имеет ничего. Ни Родины, ничего. И мы все равно где, что, как. Он же не помнится. Не только, что с ним творили, но и что сам творит. Ну, технический казус, не преступление. Но ведь у этого казуса есть еще, помимо технических причин, есть еще моральные, психологические. А они идут как раз без духовности. Если так вот провести, от одной точки к другу, так вот она выйдет именно без духовности. Говорят, ничего не возникает само по себе, на пустом месте. Но как раз вакуум и порождает бездуховность. Всякий, в том числе и информационный. Иначе, чем объяснить боязнь заразиться от чернобыльцев? Или хулиганские по отношению к ним выходки? Потому что эвакуация зоны повлекла за собой отсрочку получения квартиры. И как жаль, что единственным свидетельством горя и мужества Чернобыля остается пока только вот этот памятник высотой 80 метров над могилой всего одного человека. Старший оператор РЦ-2 Хадымчук Валерий Ильич. Людей нету местных. Их выселили. Это зона. Это уже здесь для большинства это не Полесье, это зона. Все в форме, как на чужбине. И люди себя здесь чувствуют в основном уже не как на своей родной земле, а как чужаки, временщики. А Славуточ – это город, где будут жить эти люди со всех концов Союза. Город возник на пустом месте, в лесу. И связать этот город с этой землей, с ее историей, с этими корнями, дать людям ту же самую родину. где человек родился, туда он с их и едет, возвращается. Родные места, говорят, есть. Держи. На родину каждого тянет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...